Добрый вечер, в эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Красноярцы в последнее время часто жалуются на работу общественного транспорта. Транспортники требуют поднять цену за проезд. Что же будет дальше и чего ждать горожанам? Мы сегодня об этом поговорим с заместительным руководителем Департамента транспорта администрации Красноярска Игорем Манченко. Добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Александрович, ну вот сегодня вы видели сюжет у нас в новостях, где люди, ну как сказал наш корреспондент, практически ни одного положительного отзыва. Вам не обидно было? Нет, не обидно. Во-первых, потому что большинство населения, которое пользуется городским общественным транспортом, которое удовлетворяет его работу, оно ведь не пишет ни благодарности, ни чему. Они просто принимают это как должное и осуществляют поездки. Ну, у нас сегодня будет возможность сказать и о хорошем тоже. И давайте вот так начнем с хорошей новости. В Красноярск прибыли новые троллейбусы. Расскажите, что за транспорт, когда красноярцы с комфортом поедут по улицам нашего города по своим делам? Ну вот с 19-го года город Красноярск участвует во всех федеральных программах по обновлению городского общественного транспорта. Вот в 20-м году в федеральной программе безопасной и качественной дороги мы, грубо говоря, победили и получили 24 троллейбуса. Не списанных из Москвы, а новеньких. Это абсолютно новые троллейбусы, которые прошли по программе федеральной. И город, вот на сегодняшний день мы получили 7 троллейбусов. И к концу мая обещают поставку 24 троллейбусов. А когда все троллейбусы в городе заменят на такие современные? Мы продолжаем работу. Я к чему спрашиваю, не успеют ли эти устареть уже настолько, когда придет новая партия? Нет, мы в текущем году планируем участвовать также в федеральных программах по чистому воздуху, если у нас, как говорится, получится. Мы надеемся, документы мы во все подаем, везде участвуем, есть определенные требования, мы стараемся их выполнить. И если еще получится в этом раз, мы еще получим троллейбусы. Обещание установить в городском транспорте видеокамеры, которые будут фиксировать нарушение правил дорожного движения. Когда эта угроза сбудется и когда для водителей наступит час икс? Ну вот смотрите, основная проблема общественного транспорта – это соблюдение расписания. Расписание можно соблюдать только тем способом, когда поезжая часть будет свободна для движения автобусов, троллейбусов. То есть на сегодняшний день, ведь мы все понимаем прекрасно, что заторовые ситуации, они приводят к срыву расписания. Если автобус стоит в пробке, то он, соответственно, не сможет вовремя подъехать к определенному остановочному пункту. Они из-за пробок не успевают? Или все-таки из-за того, что транспорта мало? Нет, смотрите, в основном у нас идет, вот если по транспорту взять, значит, если взять, допустим, мы сейчас соотношение идем к 2019 году, потому что на 2020 год сравнивать это как-то неэтично, потому что пандемия внесла свои корректировки. И вот к 2019 году мы еще не вышли на 10%, ну вышли сейчас ориентировочно на 90% всего. И количество транспорта у нас также соответствует 90%. То есть все вот эти увеличения пассажиропотока, которые происходят, мы отслеживаем, в том числе и по обращению пассажиров. Мы любую жалобу, обращение, мы смотрим, проверяем, мы выставляем людей на остановочных пунктах и подтверждается, не подтверждается. И при этом мы смотрим причину. Если это причина все-таки в заторовой ситуации, соответственно, надо решать заторовую ситуацию. И вот одно из решений, это работа совместно с сотрудниками госавтоинспекции по освобождению выделенных полос от постороннего транспорта. Если они будут свободны, транспорт будет ходить как часы. А что будет с закрытыми маршрутами? Есть ли вероятность, что их вернут? При каких условиях? И что взамен? Взамен будут набитые автобусы, которыми повезем вот эту третью волну? Нет. Дело в том, что, когда, еще раз повторюсь, может быть, что на сегодняшний день идет тенденция к повышению качества услуг. То есть мы все прекрасно помним, когда в ваших новостях везде, да, что город Красноярск, грязный город экологический. Поэтому и одно из загрязнений идет от общественного транспорта, в том числе от легкового транспорта. Значит, и решение увеличить подвижной состав экологически высокого класса. Поэтому, когда работаем мы с перевозчиками, мы им уже год назад говорили, что ниже ЕВА-3 мы на конкурс выпускать машины не будем. А не получится так, что и не заявится никто? Ну, сейчас по статистике, значит, у нас, вот за исключением одного маршрута, это которое, в 51-м, у них на сегодняшний день всего 6 машин из 16, которые соответствуют классу ЕВА-3. Ну, то есть можешь сказать, что у нас слабая конкуренция в этой среде? Или нет? Да, могу сказать. Потому что перевозчиков на сегодняшний день в городе Красноярске нету. И эта тенденция идет по всей России. Тем не менее, перевозчики активно требуют нового повышения оплаты за проезд и осенью выйдут с этим предложением, ну, как они уже заявили, объясняя это тем, что на 60% сократился пассажиропоток. И вот здесь у меня вопрос, а куда делись люди? У нас, конечно, были проблемы в связи с коронавирусом, но не до такой степени. Откуда эта цифра? Вот смотрите, пассажиропоток в 2020 году действительно на некоторых маршрутах опускался на 60%. Ну, потому что ничего не работало. Да, ничего не работало. На сегодняшний день, я уже сказал, что мы вышли на 90% от 2019 года. Но, к сожалению, еще мы полностью не восстановились. Но при этом перевозчики ведь весь 2020 год отработали, будем говорить, на хорошо. Они же возили даже в те сложные времена. Мы не прекращали перевозки, мы не высаживали никого, мы возили и возили, и возили. Хотя, действительно, у нас ряд людей, это кондуктора, водители, они так же самые, как обыкновенные люди, они не боялись заразиться коронавирусом. Плюс вот эти вот скандалы в автобусах, когда губернатор подписал указ. И драки, да-да-да. Это опасная работа, кстати, кондуктор. Ну, могут же автобусы работать без кондуктора, и сейчас есть всякие электронные там средства оплаты. Могут, могут. Но они остаются. Они остаются, и мы уже с 2019 года развиваем этот сервис. И вот у нас есть банковская карта КОАКО, транспортная карта. То есть достаточно сервисов, и вот по федеральным изданиям мы занимаем второе место по развитию различных сервисов автобуса. Конечно, кондуктора, если убрать, то нужно вводить службу контроля и вводить штрафные санкции. Я так понимаю, что 30 рублей цену за билет уже нам не избежать, надо морально привыкать. Но вы поймите одно, что есть Министерство тарифной политики, в котором перевозчики, напомню, 51% от всего перевозчиков должны подать документы, где показать свою финансо-хозяйственную деятельность. Министерство тарифной политики проверяет их. И если соответствует вот эта документация по повышению тарифа, тогда принимается решение. Если нет, то Министерство откажет. Но у нас есть транспорт и частный, и муниципальный, и вы все время балансируете вот так между рыночной ситуацией и социальной ответственностью, которую придется все-таки муниципалитету закрывать. Чем придется пожертвовать в ближайшее время? Ну, я надеюсь, ничем изжертвовать не будем. Будем, как и прежде, перевозить пассажиров. И мы для себя не разделяем коммерческий транспорт или муниципальный транспорт. Это транспорт, который заключился в администрации города, в части, в лице департамента транспорта, услуги на перевозку пассажиров. То есть они должны работать одинаково. Они, вот, даже если взять соседние города, у нас все льготники имеют право проезда как в коммерческом, так и в муниципальном транспорте. В некоторых городах коммерческий транспорт не возит льготных пассажиров. А как вы видите вообще развитие этой отрасли в ближайшие, ну так, 5-10 лет? Вот в каких условиях можно избежать вот этого бесконечного шантажа с ценой, с ценой проезда? Ну, вот смотрите, на сегодняшний день сейчас прорабатываются документы транспортного планирования, которые дадут рекомендации администрации города, как построить маршрутную сеть. Значит, ну при этом эта маршрутная сеть непонятно, что она просто так не будет внедрена, она будет еще обсуждаться, в том числе и с депутатами Красноярского городского совета, в том числе, может быть, и с журналистами, и с перевозчиками. То есть это все равно решение такое, что маршрутная сеть, она должна меняться. Это живой организм. Где-то строятся новые микрорайоны, да, но мы понимаем, что в эти новые микрорайоны перейдут население с других из старых микрорайонов. То есть, соответственно, на этом участке надо менять какую-то маршрутную сеть, а на старом участке у нас пассажир, он уйдет оттуда. То есть это постоянно, корректировка, она и всегда будет. Но в приоритете что сейчас? В приоритете все-таки развитие электрического транспорта, раз, и повышение автобусов высоким экологическим транспортом. Ну, я знаю, что, например, новые троллейбусы, они могут, там, сколько-то километров? 20 километров, да. 20 километров. Для, в общем, города это достаточно большое расстояние. Нет, но это с учетом пробок, но не пробок. Нет, поймите одно, понятно, что сети, они должны быть, потому что подзаряжаться аккумуляторы, они должны постоянно. Но при этом есть для маневра. То есть если вот у нас сейчас проблема основная какая у троллейбусов в трамвае, у трамваев, понятно, мы маневра не сделаем, а у троллейбусов любое дорожно-транспортное происшествие или отключение контактной сети блокируется троллейбусное движение. Здесь троллейбус, он сможет просто изменить направление движения. Объехать и проехать дальше. Объехать, это либо заторевая ситуация, дорожно-транспортное происшествие. А вот что, по электротранспорту, всегда же говорили, когда говорили, что нужно вообще на электрический транспорт уйти, раз у нас такие проблемы с экологией, что, ну, как-то в Сибири это не очень популярная история технически. Нет, не соглашусь. А что мешает? Ну, во-первых, цена. Стоимость одного троллейбуса, который мы закупили, это порядка 24 миллионов рублей. При этом автобус за такого же класса городского можно купить в пределах 10-11 миллионов рублей. Вот она, цена эта есть, тоже разница. А так, конечно, и вот эти вот троллейбусы современные, сейчас, если вы обратили внимание, есть троллейбусы, которые уже ходят по городу, но они пока в тестовом варианте, они тестируются, как раз вот, насколько хватает заряда, как они себя ведут. Ну, это новый вид транспорта, который, ну, мы еще не работали с таким. То есть если вот, ну, без учета того, что... Они не замерзнут зимой? Ну, они же не только у нас работают, они же работают и на Западе. Я не знаю, об этом спрашиваю. Ну, по крайней мере, Питер, Москва давно уже работают на таких троллейбусах. И которые минус 40. Ну, и минус 40, там есть такие же, ничего страшного нету. Ну, и существующие же троллейбусы ходят, работают. А есть какой-то, ну, предел, когда вот эта цель осуществится? Ну, вот смотрите, если у нас все-таки получится... Год какой-то, можете назвать хотя бы? Нет, год я не смогу сказать, потому что город, ну, без поддержки федерации не в состоянии. Потому что еще, я говорю, 24 миллиона стоит один троллейбус. Ну, знаете, это не затраты на метро. Ну, это не затраты на метро. Но все равно, ну, это ценно, хорошее. Вот 24 троллейбуса на 24 миллиона. Куда ни кинь, везде дорого. Ну, что, спасибо большое за то, что пришли и ответили наши вопросы. Напомню, сегодня гостем программы «После новостей» был Игорь Манченко, заместитель руководителя Департамента транспорта администрации Красноярска. Всего доброго, увидимся.